Какая часть из них онлайн продается через ваш онлайн магазин? Сейчас достаточно много онлайн продается. Мы сами, вот если взять до карантина, мы очень активно работали здесь, у нас была очень высокая посещаемость и у нас было много гостей иностранных, да и в основном все равно наш поток это покупатели основной. Покупатели наших изделий это иностранные люди, потребители наших мероприятий это местные люди и сейчас у нас нет ни того ни другого и и поэтому мы очень активно стали форсировать онлайн. Плюс ко всему в процессе этого карантина мы выиграли конкурс IT-парка на создание онлайн школы, потому что даже если мы продаем онлайн, почта работает не во во все страны, она идет ужасно долго и здесь денег не заработаешь, да и все равно мы же не только себе зарабатываем, мы еще и мастерам зарабатываем деньги и поэтому мы придумали такую схему, когда мы будем снимать мастер-классы и продавать онлайн мастер-классы от наших мастеров, тогда нам мы не будем зависеть от почты и вообще не будем зависеть от материальных историй и мы сейчас вот в процессе еще вот такой создание такой платформы, где мы будем обучать делать все, что связано с ремесленничеством Узбекистана, с культурой Узбекистана и с историей и так далее. Так вы не ответили на вопрос, какой процент доли у вас через онлайн происходит в продаже? То есть это 5 процентов, 10? Сейчас, наверное, 10 процентов. Сейчас 10 процентов мы продаем онлайн, но мы работаем над тем, чтобы мы продавали онлайн очень много, честно. Ну, 10 это у вас как бы в 10 раз больше, чем у подавляющего большинства вообще игроков на рынке. У нас онлайн рынок очень развит, совсем-совсем. И так неплохо покупалось, да, но сейчас мы работаем над тем. Каждому клиенту все равно нужен свой товар. И местным людям нужно одно, за рубеж россиянам нужно другое, в Европу нужно третье, американцам нужно четвертое. У всех свои есть предпочтения. И поэтому мы работаем над созданием продукта для каждого из них. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...